Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч седьмого тура английской премьер-лиги Бёрли-Норвич. Встречаются 19-е и 20-е команды АПЛ текущего сезона. В предыдущем туре Бёрли провел очень неплохой матч в Лестре, но, увы, не смог удержать победу, ведя по ходу матча дважды в счете, а третий гол забитый Критсом Вудсом. В самой концовке матча судья не засчитал. Норвич без особых вариантов проиграл на Гудисонт Парк 0-2, хотя мог проиграть и 0-3, но выручил Тим Крулл, потащивший мертвый мяч в конце игры. В атаке Канарейки почти ничего не создали. Очные матчи. В последних 10 очных матчах у Бёрли 5 побед при 3 поражениях и 2 ничьих. 6 из 10 матчей прошли на обе забьют, да и поровну на тотал меньше-больше. Бёрли забивал Норвичу в последних 8 очных матчах. Бёрли в этом сезоне АПЛ взял только 2 ничьих, но с сильными соперниками Лестром и Литсом. Остальные 4 матча проиграл. Норвич вообще забил только 2 гола, причем 1 с пенальти и все матчи проиграл. Если отталкиваться от текущей формы команд, то здесь без вариантов Бёрли должен бы брать победу. В позапрошлом сезоне Бёрли выиграл оба мощных матча по 2-0. Вот примерно что-то в этом же духе можно было бы ждать и на эту игру. Однако с учетом того, что Норвич, имея в активе полтора десятка ударов поворотом соперника в каждом матче, ничего не забивает, здесь уже запросто может залететь какой-нибудь дурачок. Поэтому вариант на 1-1 вполне реален на этот матч. Из связки тотал меньше обе забьют до победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 1.98, на победу хозяев 1.90 она обе забьют до 1.79. А отдать здесь результативностью непросто, тут и 2-0 будет нормой 2-1, да и 0-0 никого не удивят. Походу должен бы выиграть Бёрли, но уж больно длинная проигрышная серия набралась у гостей. С учетом того, что это Англия, тут Норвич должен бы хотя бы уже гол забить и вполне может потягаться за ничью в этом матче. Наверное, обе забьют даже за 1.79 можно взять за основу, но однако и вариант низового матча тоже достаточно привлекателен, да еще и коэффициент имеет существенно выше, поэтому тут каждый выбирает то, что ему уж больше нравится. В качестве доходного варианта здесь сложно сделать выбор, ибо с нынешним Норвичем тяжело что-то прогнозировать. Если исходить из той гипотезы, что все останется так, как и было в предыдущих шести турах, то здесь запросто можно брать либо сухую победу хозяев, либо победу хозяев с фурой минус полтора гола. Но если предположить, что Норвич наконец-то стрельнет, то здесь запросто можно играть и результативный матч, и ничью. На тотал больше 3.5 дают 3.04, на ничью дают 3.62. Берли последние две игры с учетом Кубкова отмахал на тотал больше 3.5. В принципе, третья к ряду такая результативная игра для Берли будет уже явным перебором. Поэтому здесь можно остановиться на классической ничьей, которой не было в предыдущих пяти очных матчах этих команд. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...